Всем доброе утро! Доброго времени суток, точнее добро пожаловать на Джонг Ярд! И сразу же сходу у нас Ford Mustang, по-моему это Mustang у нас 2015 года. И здесь будет очень интересный распил. Значит сейчас объясню, мне даже нужно это для самого себя понять и принять, как это лучше все будет сделать. Итак, значит продано что? Продана крыша, продан передний A-pillar, передняя часть и вот этот вот задний Quotter. То есть мне нужно сейчас машину полностью раздеть, естественно снять подвеску переднюю, подвеску заднюю, далее разобрать весь интерьер. Даже может интерьер в первую очередь, потому что по прогнозу сейчас вот уже должен начаться дождик, он должен идти недолго. Ну с этим разберемся. Снять дэшборд, то есть все полностью разобрать. И дальше, дальше нужно будет уточнить, можно ли разбить заднее стекло. Скорее всего нужно будет снимать. Делать распил здесь, посередине. Да, здесь посередине сделать распил. И потом начинать пилять крышу, пилить здесь, здесь и где-то вот здесь. То есть интересно получится, я еще такие распилы большие не делал. Ну, все когда-то нужно делать в первый раз. Поэтому начнем, начнем, начнем с того, наверное, что начнем все-таки разбирать интерьер. Мустанг у нас был на клочке. Не знаю, не показывает какой мотор стоял. На клочке вот здесь осталась ручка переключения. Хотя можно было отдать ее чуваку, который покупал кулису. Ну, да ладно. Передние сиденья уже хорошо проданы. Не нужно доставать. Вот так. Передние сиденья уже хорошо проданы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таймлапс показать. Вот здесь, чтобы снять центральную консоль. Помимо того, что... Ну, по бокам-то надо здесь два болтика на 10, здесь на 7. А здесь нужно еще открутить два болтика. Вот-вот здесь, вот-вот здесь. Один здесь внутри, второй здесь. Для того, чтобы консоль вышла. А эта дуристика страшная. Вообще, здесь в Мустанге все не очень хорошо расположено, не очень удобно. Это вам, конечно, не Лексус, где на 10 и на 12 можно полмашины разобрать ключами. Тут даже зеркало очень интересно в машине стоит. То есть, двери там глубоко внутри надо залазить и отконнектировать коннектора. Так что, вот такие вот дела. Неудобно так снимать консоль. Пластик очень-очень жесткий. Клипсы жесткие. То есть, очень тяжело разбирать. То есть, вы поняли? Он, получается, не играет, когда ты его достаешь. Он очень легко... Сейчас покажу. Вот эти вот клипсы. Они легко очень, когда вытаскиваются, очень легко ломаются. Вот. Получается, если тебе захочется здесь кожух поменять на какой-то прикольный, может, ты замшу захотел поставить, тебе надо будет все разбирать, снимать верхнюю часть консоли, потом здесь раскрутить, здесь болтик на 7 и здесь. И уже тогда ты будешь снимать. Кстати, без этих болтиков, если я не сниму кожух, я не сниму дальше консоль. Потому что оно упирается. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот два болта, которые идут на бар. Это на многих фордах. На траках, правда, он стоит. Нужно снять кластер, щиток приборов. Оно там внутри стоит. Здесь вот я немножко ошибся. Просто на некоторых машинах под резинками есть. Такие длинные болты выкручиваются. Вот они здесь, по-моему, на 13. Есть еще один болтик. Он держит хитр хаузинг, то есть корпус печки. Может быть, нужно просмотреть. Здесь, но это идет, по-моему, на тормоза и на педальный узел. Нужно сейчас внутри проверить. Надо попробовать ее сейчас подвигать. Подвигать, пока не двигается. Нужно монтировочкой попробовать. А, здесь на 10 забыл. Ну, с резиночкой. Пока не ясно еще. Значит, нужно еще внутри корпус печки открутить. Вот здесь болтики. Ну, то есть гаечки на 10. Здесь внутри, видите, здесь идет... Не знаю, наверное, видно не будет, как петелька. Видите? То есть нужно что сделать? Нужно поднять его с петелечки. Начать вытаскивать и смотреть, где еще держат. Где-то здесь в середине. Снял ковер под ковром. То, что я обычно в густангах во всех. И во многих купешках. Я это называю типсы. Чаевые. Квотеры. Квотеры. Больше всего 7 баксов собирал так квотерами. Кстати, я мелочь всегда собираю. И вот за год я насобирал мелочью. У меня такие здоровые бутыли были. Почти 400 долларов. Мелочи. Так что вот так вот. Разобрал хоть какой-то, получил. Чаевые, помимо зарплаты. Так, в принципе, салон я фактически разобрал. Сейчас провода перекушу. И надо переходить к подвеске. А, ну еще надо будет кровоспереди снять по мелочи. И еще забыл, на этой же машине продали вместе с крышей. Здесь распил нужно будет делать. Поэтому нужно снимать потолок. Вытаскивать вместе с аэрбэгами. Но все равно интересно. Смотрите, раз уже и все пусто внутри. Да? Magic. Продолжение следует. Продолжение следует. Но он уже был в ремонте. Это очень плохо. Мне нужно было его проверить сначала. Блин. Я не проверил. А я не проверил. Я понадеялся на наших чуваков, которые инвентаризацию делают. Но вижу, что он деланный сейчас. Ну сейчас, то есть говорю, вижу. Видите? Видно, что красили. Здесь даже как будто вот, видите, линия. Сейчас еще вот здесь натру. Не знаю, вам так не видно будет. Но мне кажется, что он украшенный. Украшенный. Это плохо. Потому что здесь может быть шпаклевка. Это будет возврат. Да, надо идти разбираться. Звать этих. Ай, да. Он ремонтированный. Кобздец. Кобздец. Вот это да. Блин. Я столько времени потратил. Вот сразу посмотреть. Видите? Все. Это не пойдет. Свидание гуси. Сейчас придется ехать в другую машину. Так же самое разбирать. Вот тебе и делай кат с утра. Когда еще голова не работает. Ты еще спишь. Вот так вот можно попасть. Но с другой стороны, хорошо, что я его полностью не прорезал. Потому что это был бы большой возврат. Ну, неприятно было бы потом. Блин. Вот смотрите. Здесь и на бампере. Причем здесь так сделали. Интересно. Смотрите. Видите? Раз. И вот. Два. Ой, блин. Еще потом думаю. Точно. Он по-любому должен быть бит. Это же мустанг. По-любому на нем боком раздавали. Пытались. Да, тут все в шпаклевке. Смотрите. Видите рисочки? Вот. Рисочки видите? Вот, вот. Сейчас я протру лучше. Я посмотрел, смотрю, внутри вроде бы следов споттера нет. Не выстукивали. Ну, вроде следов споттера нет. Нормально. Быстро так кинул взгляд. А сейчас уже смотрю. Вот здесь. Кастом. И... Не знаю, я протер влажной салфеткой, но еще хуже стало. Не видно. Ну, короче, он шпатлеванный. Все. Это шпатля. Тут делали и бампер вместе. И делали котор. Надо это согласовать, потому что это очень большая работа. Не хочется ее просто так делать. И я не думаю, что у нас еще такой есть. Хоть бы не было. Вот сейчас вам, надеюсь, хорошо видно. Сейчас я постараюсь ракурс взять. Вот, видите? Вот это все следы перетертости от шпатли. Потому что все равно, если даже и ссылор ложишь, и все правильно делаешь, иногда оно вот так вот проседает. Да. В общем, клиенту сейчас отправят информацию. Может быть, они все равно захотят. Потому что им уже на передний A-Pillar нужен, и крыша большая нужна. Поэтому посмотрим. Может, какую-то скидку сделают. Ну, блин, я серьезно, с утра у меня голова не сильно хорошо работает. И такое мелочи. У меня такая, кстати, еще была ситуация. Недавно я резал Kia Soul. И меня затолкали там с одной частью, какую нужно типа правильно отрезать. Я тоже полностью не посмотрел. А там, оказывается, внизу угол был битый, и его подшпатлевали. Ну, я просто не посмотрел. И все. И тоже я резал этот квотер вместе с крышей. И его вернули. Ну, бывает, что делать. Вообще, этим не я должен заниматься. Есть чуваки, которые делают инвентаризацию. Они делают отметки. Это они должны, в первую очередь, смотреть. Я должен просто делать свою работу. Раздеть машину, разрезать. И все. А у нас следующий кат. А у нас следующий кат. Chevrolet Silverado. 2020 года. Нужно будет отрезать правую часть кузова. Не знаю. Я так посмотрел. Вроде бы... Вот мне кажется, что крашеный. Как-то шагринь так лежит. Хотя обычно наклейки эти обратно не вешают. Обычно. У меня был раньше толщиномер. Но после очередного раза, когда нас обокрали, сперли все. В том числе и толщиномер. Поэтому мы будем надеяться, что здесь все в порядке. Стоит он 590 долларов у нас. Вот эта часть только. Нужно смотреть. Но вижу здесь... Это может быть просто полировали. А может быть вот как раз полировали после покраски. И понятно. Вот. Короче, ударился я так об угол двери, когда вставал. И подумал мне, ну в бане. Пусть они этот рак поднимают. Ничего не хочу там ползать. Очень неудобно. Мне там надо, в принципе, открутить. Всего лишь там где-то 3-4 болта. Пусть поднимают его. Эй, Мэнни. Да? Это трюк просто слезает на землю. Окей, я звоню, когда я вставлю, я помогу в магазине сейчас. Окей, не пугай. Это у нас Ход до Сивик. Здесь нужно будет снять радио. Скрин. Вот этот вот. Это, наверное, уже автомаркетовский. Сейчас я туда долезу. Покажу. Вот он здесь. На многих Хондах и на Акурах там есть два подлых болтика снизу для того, чтобы снять радио. Вот здесь вот снизу есть маленький лючок. Мы его открываем. Открываем. И там внутри стоят эти два подлых болта на 8. Сейчас я покажу. Вот. Вот они. Вот они. Все, магнитола отработана. Поехали дальше. Так, надеюсь, он на меня нигде не упадет. Возвращаемся обратно к кузову. Я его открутил, мне подняли трак. Я все подкручивал, снял тонинг. Вот этот вот бампер-бар. Теперь мне надо открутить вот эту вот штуку, которая закрывает штору. Верхнюю снять. И все, в принципе, обрезать. И пусть приезжают, забирают. Надо было сделать это просто чуть-чуть раньше. Все готово. Бэт двигается. Все хорошо. Единственное, что, наверное, нужно будет сделать, это примотать деревкой. Потому что я уже болты открутил. И когда буду допиливать, он перевернется. Но 99% что он останется в одном положении, он просто чуть-чуть наклонится. Но лучше не рисковать. Потому что он дорогой. И как бы лучше перестраховаться. КОНЕЦ 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 не сам квест нужно снять заднее стекло выжечь его нужно открыть сначала крышку багажника для этого придется лезть вовнутрь потому что пауэра нет надо идти далеко за ключом не просто так чё тут у нас не вижу так вот теперь вижу странно что-то этот emergency крючок пошла оба есть по вам все вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Долго... Десять минут... Выжигал... Все стекло заднее... На Nissan Quest... Бывает по-разному... Надо аккуратненько... Чтобы не треснуло нигде... Ладно... Поехали дальше... Возвращаемся обратному к нашему Mustang... Значит все-таки будут покупать... Может по цене там как-то договорились чуть-чуть скинуть... Я честно говоря не уточнял... Так что... Будем начинать резать... Перед этим нужно еще снять заднюю подвеску... А здесь все на месте... Здесь на месте... Все-все-все... Здесь и подрамник на месте... И... Керриер... Дифференциал... Все на месте... День-два раза... Вот это упражнение делать... Позвоночник не будет болеть... Так... Я даже не знаю с чего начать... С чего начать... Наверное начну все-таки с середины... Здесь пойду пройдусь... После этого... Мне в принципе останется только отрезать... Здесь... 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 День-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день-день Продолжение следует... 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 это самое я немножко приболел взял пару дней в больничных у нас больничные накопительные пить его пей тайм офф поэтому только пару дней взял потому что еще летом хочу на плот перетерплю но уже чувствую себя хорошо ладно поехали дальше снимать не так впервые на нашем канале смарт автомобиль вот смарт нужно снять амортизатор вместе с рычагом с нижним да и вот тут от подрамника не открутили интересно смотрите как на я не знаю мне похоже на квадроцикле похожие пружины смотри такие тоненькие тоненькие но собственно говоря какие они еще должны быть вот так вот так чё тут как раскручивать здесь похоже здесь похоже один длинный болт выходит как я понял наверно один длинный болт выходит он там никуда не упрется если упрется мы тогда обрежем и будем частями как колбаску отрезать и вытаскивать если он не выйдет так честно говоря не буду панты колотить я с этой машины никогда не работал это первый раз я честно говоря не знал что здесь когда откручиваешь задний болт здесь вот еще есть здесь нужно фиксировать ключом это понимаю здесь тоже на 24 сейчас поставлю попробую открутить здесь даже не двадцать четыре двадцать шесть даже может 25 чуть-чуть болтается так ну что выходи вышел наконец-то подлец сверху сверху откручиваем 21 все он сейчас выпадет все готово нам учился правда поехали дальше в следующий раз а то буду знать уже быстрее сниму заднее стекло на чироке нужно его выжечь что перед этим нужно сделать нужно снять пластики постараться чтобы не задеть нагрев кстати стоп надо выжигать она же здесь открывается точно тюблин это хорошо значит значит нужно здесь его отсоединить убрать дворник наверное наверное можно даже спойлер поднять да по моему там под спойлер вот тут петли сначала эти вытащу коннекторы посмотрю внутри где-то сам должен быть прикручен сейчас пойду наверх так здесь я крючочек отсоединил надо было вообще здесь сразу нажать не надо было ничего откручивать дальше вот мы открываем и здесь идут внутри ай блин а недавно снимала не помню вот вот торгсы значит откручиваем их идем дальше вот здесь еще под гаечки пошел 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 здесь еще его держит сейчас отойдет трубочки интересно лежит откручиваем здесь а еще здесь амортик надо открутить убрать здесь все сейчас на один провод вытащите через верх вот этот он висит и все 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 выжечь нужно левую сторону вот здесь здесь уже производили снятие наверное аэрбэга скорее всего поэтому это для меня хорошо все уже подталкивали поэтому нужно приступать все 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 но все все Всё, стёклышко готово. Идём снимать подушку безопасности в крыше. Здесь уже потолок снимали. Наверное, потолок просто продали. Плюс кат делали. Это, кстати, не я делал. Но хорошо, что арбек сохранили. Поэтому сейчас мы их быстро откручиваем, снимаем. И всё. Всё, два аэрбэга я снял. Это было быстро, потому что здесь уже, в принципе, всё разобрано. Сейчас поедем снимать панель приборов, торпеду, по-моему, на инфинити. Вот она стоит. Здесь, кстати, чтобы снять кластер, нужно снять такую большую часть торпеды. Вместе с кластером снимается. Так, осматриваем, осматриваем. Единственное, надо, наверное, всё равно надо будет снимать. Так, ну что, начнём, наверное, работать. Кстати, я на инфинити ещё не снимал. В принципе, то же самое, что и на нисане. Сейчас, что лучше сделать для полного удобства, это вытащить, конечно же, сидение. Здесь всё расчистить, вытащить консоль. И начинает работать уже с торпедой. Субтитры создавал DimaTorzok Так, некоторая часть работы выполнена. Снял я консоль. В принципе, торпеда все снимается. Тут здесь только филипсы, крестики. Тут плюсики, кому так нравится. Можно называть. Дальше, дальше, дальше. Так, надеюсь, так видно. Сверху здесь нужно снять пластиковые накладочки. Вот здесь вот есть болтики на 10. Здесь и с той стороны. Думаю, смену может кому-то пригодиться. Далее нужно будет сейчас открутить эти болтики. За солнце так засвечивает. Открутить эти болтики и дальше уже переходить на правую сторону. И там отсоединять подушку безопасности. И начинать пробовать её двигать и снимать. А, ещё здесь внутри был один накрестик. Вот. В общем, везде надо просто всё аккуратно двигать. Смотреть, где идёт, где упирается аккуратно. И разбирать. Если ты никогда не разбирал. Потому что, в принципе, во всех машинах оно более или менее всё одинаково. Так, сейчас уже нужно её отсоединять. И вот она немного упирается. И вот почему я себе говорю, что лучше сильно не дёргать, если не знаешь. По чуть-чуть давить. Вот, например, здесь, когда вы помните, я вам говорил, что здесь был, вот здесь, шурупчик, который был глубоко. И как раз этот крепёж, крепление, вот палец, видите мой, вот зелёный, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Получается, когда ты начинаешь доставать, оно вот видите, оно его переламывает. То есть он наклоняется вот так вот вниз, и она начинает играть вниз. То есть, если её сейчас сдуру просто сильно дёргнуть, просто сломаешь и всё, и всё испортится. И получается, человек останется без панели, или у нас, по-моему, такой другой нет. Или придётся ехать, всё начинать по новой. Поэтому нужно всё аккуратненько. Я сейчас пойду возьму длинную монтировочку такую, и... А, у меня есть даже здесь, по-моему, отвертка длинная. Я в машине возьму и засуну, просто подниму и буду её вытаскивать вперёд. Вот, 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 вот. Торпеда застряла немножко. Торпеда застряла немножко, я думаю, это из-за труб воздуховодов. Их можно, в принципе, или здесь вот отсоединить. Сейчас покажу. Они тут на клипсах сидят. Вот. Или можно полезть сюда, вовнутрь. Вот. Здесь один должен быть и там. Сейчас попробую, наверное, наверное, наверное... Наверное, всё-таки сбоку удобнее будет. Сверху есть риск. Хотя... Ладно. Сейчас что-нибудь отсоединю. Ох! Ох! Субтитры сделал DimaTorzok 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 На подушку безопасности торпеды Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 откручиваешь ее ручку вытягиваешь и все у нас импреза нужно снять центральную консоль да тут кто-то пытался снять радио вот видите блин зацепилась вроде бы знал что здесь нужно было снимать внутри или наверное уже поняла посля вот здесь вот видите есть болтики чтобы открутить вообще нужно снять здесь подушку и вот если отсюда видно вот здесь по этому пути вот она можно выкрутить она уже понял потом у меня просто на subaru такая же самая радейка это с навигатором совсем она у нас где-то порядка 300 долларов стоит сломали выломали жалко ладно что-то с консолью сделали консоль небольшие принципе вот так вот да у человека застрял не знал как выйти из положения вот видите все раздолбанное смотрите это что долбались большой отверткой бывает опа да он вырывали поломанное все все не пойдет поехали дальше вообще был один забавный случай недавно у меня кстати в телеграм канале я не показываю оставлю ссылку в описании я шел по ярду что-то делал а мне надо было заднее стекло снять на аудио 4 смотрю возле нее лежит карта дверей у так согнутая полностью вот так я начинаю смотреть и вижу что там по ее просто вырывали и короче как раз пуля один проходит я вот так по подымаю забыл и начинаю я читаю как разозлился и начинаю прямо там карате ну как это так ну как ты не если человек не знал кто это сделал как можно было открутить но если даже у тебя нет там надо торкс они ну кто знает на немцев там такие длинные нужны я тоже показывал стать и телеграм-каналей есть вот такие вот но даже если у тебя нет если у тебя нет таки можно взять обычную отвертку плоскую засунуть сильно упереть и так резко так как но даже не резко так дернуть усилием он сорвется и пойдет и все и в каком мире да да кто же это сделал а потом я проходил там мимо супервайзера и просто для прикола ему показал на ритуцию соборит а какая-то машина я ему называю не говорю какой номер машины он этот самый говорит а какая-то какая карта дверей горю но смотрю говорю а это сама передняя там как раз мастер свитч стоит для открывания окон он такой смотрит не называет имя и я начинаю ну я короче ничего не сказал я выхожу и про себя начинаю смеяться а это был как раз тот пулер с которым которому я это все рассказывал вот так так вот наше заднее стекло здесь уже все поснимали поразбирали это хорошо значит здесь у нас стекло крепится пару гаечек на 10 и можно кстати было их и не снимать может держать будут хорошо стекло ну а дальше надо его выжигать надо выжигать да сейчас посмотрим может быть его надо выжигать с этой стороны больше чтобы с той стороны резинку не повредить наверно так я думаю лучше тогда здесь снять потолок в принципе один козырек сейчас снимем и все что-то изнутри все-таки чуть-чуть неудобно лучше конечно снаружи снаружи когда ты угол поддеваешь можно туда что-то вставить как раз сделать небольшой упор после этого ты чуть-чуть только подогреваешь и стекло быстро выходит здесь будем чуть-чуть по-другому делать у меня рука уже устало держать все это падает все практически так самое главное чтобы она сейчас не выпало сейчас здесь чуть-чуть подогрею и вытащить стекло у нас готово все хорошо трещин нет резиночка вся целая вроде бы поехали дальше следующий ордер у нас опять заднее стекло надо выжечь на toyota yaris за рабочий день стараюсь этот буду весь выпивать воды так вот это маленькая пердулина вот и заднее стекло вот оно здесь так что у нас где обогрева обогрева в порядке так далее что нам этот дворник в принципе снимать не надо вообще хорошо что-то он не отгибается отогнулся нет это не пойдет это deep scratch но надо еще раз бумагу пересмотреть но не думаю что там есть отметка такая хотя не могу найти тут сон наверно вот он мне нужно снять переднюю правую подвеску так что-то вырезали да это он наверх аккуратненько закинуть нам нужно вот это вот с нижним рычагом на машине сейчас сюда подъеду сниму что долго не тащить потом тяжелая так в принципе тут уже все почти откручено получается нужно только выкрутить на рычаге здесь болта 19 и сверху похоже на 14 здесь выкрутите все что-то что-то Продолжение следует... 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 Так, видно. Так, видно. Так, видно. Все, готово. Собираем ее, не забываем про этот кавер. И поехали дальше. Audi Q7. Нужно снять переднюю левую подвеску. Вот она здесь. Здесь она уже практически готова. Сейчас я чуть-чуть назад отойду. Значит, что нужно. Нужно отсоединить стабилизатор, отсоединить ее от сапфрейма. Здесь, кстати, лопнутый. Это, наверное, подушка. Потом отсоединить стойку. Оно упадет все вниз. А дальше уже залезть и отделить вот эти вот два рычага. В принципе, все легко и доступно. И хорошо, что уже полуось. Мне еще, кстати, полуось здесь надо взять. Здесь уже полуось отсоединили. Но нужно, наверное, снять все-таки тормозной диск, потому что он очень тяжелый. Легче будет все нести. Вот так вот. Вот так вот. Дальше нужно сверху выкрутить стойку. Здесь вот два болтика и один очень удобный болтик. Вот здесь идет внутри. Здесь уже кто-то что-то пытался делать. Разломал. Непонятно, что хотели достать. Может, мастер-цилиндр. Так. Ну что, нужно тогда раскручивать здесь алюминий. Все. Мастер-цилиндр. Дальше. Дальше. возьмем покороче и я покажу и я выживаю чистой . Использую то. Это очень вкусно. такая резьба короткая могли бы подлиннее сделать чтобы она например из заднего запасного колеса выкручивалась начиналось выкручиваться так надо выжечь стекло на фокусе заднее правое придется внутри долбаться а 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 и во и а вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok